Добрый вечер, мои зрители! Всех приветствую на своем канале. Хочу с вами поговорить о, как всегда, об Ольге Быковой, я же мать. Я вчерашним видео. Сегодняшнее я видела только заголовок, еще не смотрела. Поэтому я хочу с вами поговорить, как вчера они отмечали день рождения Данила в парке, в Мечуинске. Ну, дети развлекались, все хорошо. Сначала было все благородно. Даже несмотря на то, что они опять взяли Сергея Петровича с собой. Ну, хорошо, взяли они его в качестве водителя. Нормально, он работник, он может подрабатывать и водителем. Взяли. Но что было дальше? А дальше был трэш. Когда я же мать залезла на колесо обозрения, и вдруг она выяснила при поднимании наверх, что это ей страшно, она это боится, это была игра. Это была такая игра на зрителя. Первое, что меня насторожило, ребенок сидит напротив. Положили около него сумки. Кабинка открытая. По бокам даже дверцы нету. Там просто веревочки. Маленький ребенок. А если что-то закачается? А если кабинка просто крен даст? Сын ее недавно катался на этом колесе обозрения. Он сказал, говорит, стрёмное, потому что все ржавое, все старое. А Ольга наша не боялась посадить ребенка, самой сидеть напротив, прижавшись к Сергею Петровичу, закрывши глаза и оравши, что она боится, визжала, как поросенок. Этот работник ржал, как идиот. Тоже снимал. Но наша-то актриса Погорелого театра камеру из рук не выпустила. Она все время снимала. Снимала, как она кричит, как ей страшно, как она вцепила Сергея Петровича, какого хрена он там делает. Объясните мне, пожалуйста, что там делает работник. Если ты работник, сиди в машине внизу и жди, какого хрена ты поперся. Вот ты сам, Сергей Петрович, подумай своей головой, что ты делаешь. Или она твоя любовница, сожительница. Потому что это проявляется так. Я знаю, как в семьях работают водители. Я знаю, как в семьях работают люди наемные, которые там ухаживают за садом, за животными ухаживают. Они с хозяевами не ездят по баням и каруселям. Это что за идиотизм? Конечно, это было все постановочное. Орала, как идиотка. Как будто бы она и внизу, когда была, не знала, что она боится. Какого хрена ты туда залезла? За что ты бросила ребенка? Вот не любит она детей. И ей по барабану. Это все равно, как тот раз она Якову сказала. Отойди от ямы, а то упадешь. А ребенка взять за руку и отвезти. Не судьба? Вот вся она в этом. То есть она считает, что дети в дошкольном возрасте должны сами за себя отвечать. Нормальная мать села бы с ребенком. Даже если ты взяла Сергея Петровича. Там должен быть баланс в этой люльке. Ребенок с одной стороны, а не с другой стороны и по барабану. Это кошмар. Вот просто кошмар. Я не знаю, как вы это смотрели. У меня сердце замирало, потому что напротив один ребенок. И ребенок, он крутится, ему интересно, она не боится. А эта идиотка закрыла глаза и орет. Но при этом камеру мы не выпускаем. Зачем? Это же трэш. Это контент. В конце показали уже как бы кусочек из сегодняшнего видео, я так поняла, что там Женя спекла торт и уехала. Как бы все вот так гладко да складно. А теперь я хотела немножечко вернуться к другому. Быкова на своем стриме сказала, я не пойму, за что они любят отца. Тебе не понять никогда, потому что ты никогда никого не любила. Это во-первых. Во-вторых, как сказал Евгений Петрович на своем стриме, что Оля вырезала все ненужное, ну как бы не в ее пользу слова Евгения Петровича, а составила видео так, как выгодно ей. Там половины текста просто нет. Это видно, что это монтаж, там вот нарезка идет. Он сказал, говорит, всего диалога вы не слышали. И все, что ей не нравилось, она все вырезала. В этом вся Оля. Еще я вспомнила как-то на стриме, она рассказывала, что ее мама очень баловала. Ну, конечно, родить 40 лет от залетного молодца, себе на старый след ребеночка, конечно, она ее баловала. И теперь я думаю, что Ольга выросла эгоисткой, поэтому у нее никогда не было друзей. Мама ей по-любому, мама приходила за ней в садик, и каждый день ей покупала подарок. То есть мама развратила ее еще с детства. А когда она пошла в школу, в школу, при том, что Оля сказала, что они жили очень бедно, а когда она пошла в школу, она опять тянула одеяло на себя. Ну, звезд, она, видно, снег не хватало, ее там гнобили, любви она там не видела, а она считала, что она должна быть самой лучшей, самой красивой, самой счастливой. А кто ей это обещал? Кто ей это гарантировал, что она будет самая лучшая, самая умная, самая красивая и самая счастливая? И она начала действовать. То, что не получилось с одноклассниками, она из мамы тянула все жилы, потому что она пуп земли. захотела замуж, захотела мужика себе взрослого. Пожалуйста, вот тебе человек, который помогал ей заниматься английским языком, она сделала все, чтобы развести, женить на себе. хорошо женила. Потом она заявила, что она хочет много детей. Когда было двое, она захотела третьего. И опять же, это она хотела. она хотела много детей. Ее муж первый не хотел. Она почему-то считает, что предохраняться должен был он, а не она. Она опять хотела. Он дождался, пока она позрослела. Конечно, что там случилось. Из разных источников информация разная. Где она ее мать отправила в монастырь, где что муж отвез, где она сама сбежала. Правды в этом мы не найдем никогда. И опять же, она поехала в монастырь, потому что там бесплатная еда, там дают кров, не важно, что там, на четвертом этаже с коляской она тащилась или еще чего-то. Она опять на себя перетягивала одеяло. Дальше что? Захотела опять замуж. Вот кричит «хочу замуж, не втерпешь». «Хочу быть счастливой и многодетной». Что она делает? Идет на сайт знакомств, ищет себе мужа, находит Женю «Б». При том, что Женя «Б» и сказал «Женя «Б» тоже как бы поступил глупо. Он ее не любил, но он захотел создать семью какое-то тепло, при том, что он не знал, что хочет Оля. А Оля у нас хочет многое. что же у нас хочет Оля? А Оля у нас хочет, чтобы у нее было много детей, много денег, чтобы ее любили, и опять она была в середине планеты всей. «Ты хотела замуж? Бог тебе дал мужа. А уж какой он? Ты хотела замуж? Получай красивого, верующего, как ты хотела. Пожалуйста. А дальше он тебе ничего не обещал. Вообще в этой жизни никто никому ничего не обещает. Появились дети, появился YouTube, и она поняла, что здесь она тоже может делать деньги, и чем больше у нее будет детей, тем больше у нее будет денег. И опять же, понимаете, она пуп земли, на нее теперь начинают работать дети. А она детей спросила, не дети на нее должны работать, не просто вот в прямом смысле работать, она на них зарабатывает, снимая, а в том, что мы для детей, мы же их рожаем. для себя они нас не просят. А у Оли все по-другому. И сейчас она себя ведет, она считает, если она детям покупает все, игрушки, развлечения, но дети не видят любви, они даже к ней не тянутся, вот просто не тянутся, у них нету никакой. Вот это в конце видео была показуха, когда она сидела на диване, а дети бежали к ней мамочка спасибо, мы тебя любим, это постановка. Понимаете, это до такой степени неискренно, это сколько раз надо было детей прогнать, чтобы это все снять. В этом вся Оля лживая, которая хочет все, которая требует все, но при этом, а при этом она просит, Бог ей дает, но что она за это будет расплачиваться, я не знаю. Она эгоистка, вот с первого дня своего рождения, и вот сейчас ей 35, а дальше она будет детей требовать деньги, когда не сможет работать, или не дай Бог, что с ней случится, все дети будут работать на нее. Все, это мое мнение, кто-то может со мной не согласен, пишите свои заключения, завтра выйду, посмотрю сегодня еще одно видео, семья воссоединилась, и с вами поговорю. Наверное, уже темно совсем. Всем пока-пока, всех люблю, ваша Наталья.